Библейский портал экзегет.ру представляет И это, кстати, нам кое-что говорит о самой книге. Всегда в начале новой книги мы стараемся дать ей какую-то характеристику. Книгу Тавита обычно никто не читает. Не потому, что она скучная, она довольно занимательная, она говорит об очень интересных вещах. Не потому, что она какая-то непоучительная, в ней невероятно много всякого благочестивого материала и хороших наставлений, и сюжет в ней яркий. Она очень похожа на сказку. И сразу надо сказать, что в Библию входят в православные традиции книги канонические, те, которые издавна признаются богодухновенными, которые перечисляются во всевозможных канонах ранних соборов. И книги неканонические, вот так их называют у нас, католики их называют иногда вторым каноном, но это именно католическое определение, протестанты их вообще к Библии не причисляют, которые где-то на границе Библии и не Библии. Но для православного человека, наверное, в этом не должно быть ничего удивительного, потому что мы говорим о писании и предании, о том, что, в общем-то, одно плавно перетекает в другое. Вот книга Тавида – это место, где оно перетекает. Если это неканоническая книга, то есть ее не включали в древние списки каноны, то, соответственно, мы не можем относиться к ней с той же степенью, скажем так, почтительного внимания, как к Евангелию или даже к книгам Моисеевым Ветхого Завета, к бытию, исходу и так далее. Это что-то вот на грани. И вместе с тем это очень интересная книга. Она о том, как вот есть священное писание, есть канон, есть книги о главном, есть книги, которые, как мы верим, в каком-то смысле богодухновенно. И есть что-то почти такое же, но не совсем. И как раз эта книга, она здесь вот даже в любом издании вы увидите примечание, что она переведена с греческой или что она относится к числу неоканонических, если эта книга вообще включена в это издание. Действительно, так и есть. В еврейской Библии ее нет. Отрывки, правда, были найдены на арамейском языке среди кумранских рукописей. То есть, видимо, она по-арамейски написана где-то вот накануне Нового Завета. Обычно говорят второй век до нашей эры, может быть, даже первый. Мы точно не знаем. Ну и для того, чтобы понять, о чем эта книга, ну давайте начнем первую главу, прочитаем, сразу станет многое ясно. Книга сказаний Тавита, сына Тавилова, Ананиилова, Адуилова, Гаваилова, из племени Осиловы, из колена Нефалимова, который во дне ассирийского царя Емена-Сара был взят в плен из Фисвы, находящейся по правую сторону Кидиа Нефалимова, в Галилее выше Асира. Интересно, вот такие подробности. Смотрите, сразу не было слова «господник», да, как начинаются пророческие книги, не вот такое начало повествования, как в исторических книгах, там и встал Моисей, и пошел, и сказал, но книга сказаний, да, то есть вот даже автор, в общем-то, понимает это как, ну, некоторое развернутое повествование отдельного человека. Он не говорит «так говорит Бог», он не говорит «так было», он говорит «вот так один человек рассказывал». Дальше хотите – верьте, хотите – нет. Слушайте, зачем такое включать в Библию? Мы не хотим, разве, видеть в ней исключительно то, что вдохновлено духом, то, что вот однозначно вдохновлено, я не говорю, что книга Тавита не имеет в себе никакой богодухновенности, но явно не в том же смысле, в каком Евангелии, да. Мы не хотим видеть здесь какие-то вымыслы, художественную повесть, там, я не знаю, Колобок, Буратино, Курочка-Ряба, занимательные сказки, но не в Библию же их вставлять, да. А вот давайте подумаем, вот не будем торопиться с выводами. «Я, Тавид, во все дни моей жизни ходил путями истинной правды, делал много благодеяний братьям моим и народу моему, пришедшим вместе со мной в страну Ассирийскую в Ниневию». Книга начинается с похвальбы, с откровенной похвальбы. Тоже у нас такого никогда не было. Нет, не то, чтобы в Библии никто никогда о себе хорошо не отзывался. Бывало. Но чтобы вот прямо в первых строках, «Когда я жил еще в стране моей, в земле Израиля, будучи еще юношью, тогда все колено Нефалима отца моего находилось в отпадении от дома Иерусалима, избранного от всех колен Израиля, чтобы всем им приносить там жертвы, где освящен храм селения Всевышнего и утвержден во все роды навек». И нигде никогда в библейских текстах Ветхого Завета, ну и нового тем более, мы не встречаем историю о том, чтобы человек говорил изнутри раскола. Нет, о расколах говорится много, о том, что северные колена отпали, о том, что они больше не поклоняются в Иерусалиме, ну, по крайней мере, большинству, да, и построили свои какие-то святилища. А здесь история, причем очень конкретная, помещенная в определенное время, это время ассирийского плена, я напомню, в 722 год разрушена Самария, и, соответственно, значительная часть населения этих северных колен увидена туда, на север. Мы о них, об их жизни читаем лишь очень краткие отрывки о том, что их туда переселили, и все, да. А здесь голос от тех, кто отпал. И вот смотрите, ведь наверняка иудеи, которые сохранили верность Иерусалиму, которые еще какое-то достаточно долгое время жили на своей земле, пока Вавилон не разрушил Иерусалим, они думали, а как же там вот эти наши северные колена? Вот эта книга об этом. И она не случайно так подробно укоренена в пространстве и даже во времени, потому что сразу мы понимаем, даже если это не буквально точное повествование, то есть это не запись каких-то абсолютно верных событий, но как книга Толстого «Война и мир», да, ну не было же этих людей на самом деле, но история-то была, были наполеоновские войны, взятие Москвы и так далее. Вот и здесь что-то подобное, то есть рассказ о том, как живет, может быть, даже некоторый вымышленный человек, а может быть, реальный, но в каких-то не очень реальных условиях, тогда, когда часть народа откололась, когда важно понять, что с ними происходить. Как все отложившиеся колена приносили жертву Ваалу, юнице, ну то есть некой молодой деве, очевидно, его супруги языческого божества Ваала, так и дом не фалима, отца моего. Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю, установлением вечным, с начатками и десятинами произведений земли, и начатками шерсти овецы отдавал это священникам, сынам Ароновым, для жертвенника. Десятину всех произведений давал сынам Ливийным, служащим в Иерусалиме, другую десятину продавал и каждый год ходил и сдерживал ее в Иерусалиме, а третью давал кому следовало, как заповедовала мне Девора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротую. То есть, смотрите, с юных лет, да, он сохраняет верность закону, он более того, вот с какой-то особенной такой усердностью отдает аж три десятины, то есть обычно 10 процентов, он 30 отдает, да, непосредственно свои плоды, которые ему принадлежат, дальше он там продает и тратит это на свои паломничества в Иерусалим, тоже, в общем-то, понятно, что эти деньги остаются там. И третий вариант это просто раздать нищим, да, раздать тем, кто нуждается в деньгах. Вот такой абсолютно образцово-показательный представитель этих северных колен. Вы, иудеи, думаете, что они все язычники, что они все ваалом и астартом поклоняются? Да нет, люди-то разные, не смотрите на них свысока. Достигнув мужского возраста, я взял Анну из отеческого нашего рода и родил от нее Товию. Ну, в жены, конечно, взял. Когда я отведен был в плен в Неневию, все братья мои, одноплеменники мои, ели от снедия языческих, а я соблюдал душу мою и не ел. Ну, как в книге Даниила, да, вот эти три отрока, они не участвуют в трапезах, не едят даже ничего от того, что им царь предоставил, просто потому что это языческая пища, она так или иначе соприкасалась с идоложертвенным. «Ибо я помнил Бога всей душою мою, и даровал мне Всевышний милость и благоволение у Инамиссара». Ну, это царь, как вот тут его имя транскрибируется. «Я был у него поставщиком, и ходил в Мидию, отдал на сохранение Гаваилу, брату Гаврия, врагах медийских десять талантов серебра. Когда же умер Имамиссар, вместо него воцарился сыновый сына Хирим, которого пути не были постоянные, и я уже не мог ходить в Мидию». То есть он, как Даниил, вот полная параллель, оказывается на высокой должности при царском дворе. Правда, Даниил там на государственной службе, а этот коммерсант, поставщик его царского величества. Но тоже все хорошо, и хорошо именно по той причине. Некая сознательная параллель с книгой Даниила. Вы думаете, только у нас, иудеев, такое было? Да нет. Там тоже наверняка происходили подобные вещи. Более того, Тавид здесь выглядит как хвастовство, но на самом деле, мне кажется, это лирический герой. То есть это не действительно написаны им слова, но это вот повествование от первого лица. Он делает то, чего не делал, может быть, и Даниил. «Во дни Енамиссары я делал много благодеяний братьям моим, молчащим давал хлеб мой, ногим одежды мои, если кого из племени моего видел умершим и выброшенным за стену Ниневи и погребал его. Тайно погребал я тех, которых убивал царь Сен-Нахерим, когда обращенный в бегство возвратился из Иудии». Да, это после неудачной попытки взять Иерусалим. «Он многих умертвил в ярости своей. И отыскивал царь трупа, но их не находили. Один из ненавитян пошел и донес царю, что я погребаю их. Тогда я скрылся. Узнав же, что меня ищут убить, от страха убежал из города. И было расхищено все имущество мое. И не осталось у меня ничего, кроме Анны, жены моей, Тови и сына моего». Вот смотрите, такой Даниил, но трагический Даниил. Вот Даниил из книги Даниила – это человек, который добился всего в персидском царстве. Ну, здесь другая империя, а сирийская более жесткая. Но неважно, параллельная ситуация. А вот здесь он даже сделать почти ничего не может. Даниил там проходит через великие испытания. Он сохраняет верность Богу, когда ему приказывают отречься. А этот всего лишь хоронит трупы. Что еще остается? Вот жестокий безумец на троне, казнит направо и налево. Но своих соплеменников он, по крайней мере, хоронит. То единственное, что можно еще сделать, да и это приводит его к полному краху. Все имущество расхищено, сам он бежал. Ну и что делать? Да, вот смотрите, книга Даниила – «История успеха». Книга Тавита начинается как «История провала». Но оба верны Богу. Значит, не очень важно, ты добился великого успеха или, наоборот, все рухнуло. А важно, в каких отношениях ты с Богом. Ну, не прошло и 50 дней, как два сына его, ну, то есть сына Херима, сирийского царя, убили его и убежали в горы Арараски. Да, это, кстати, исторический факт. И высорился вместо него сын его Сахердан, который поставил Ахиахара Анаила, сына брата моего над все счетную частью царства своего, над всем домоправлением. Ну, то есть министр экономики и царского двора. И ходатайствовал Ахиахар за мне и возвратился в Ниневию. Ахиахар же был и виночерпи, и хранитель перстней, и домоправителем казначей. Ну, нереальная история. То есть он был министром всего, да, и личным слугой приближенным царя. Он был правительством в одном лице, конечно, так не бывало. И Сахердан поставил его вторым по себе, он был сын брата моего. Мы ничего не знаем о таком иудее, который занимал бы абсолютно высокое положение, даже не как Даниила, а как Иосиф в Египте, наверное, да, в Ассирийской империи. По-видимому, это все же некоторый такой, ну, литературный прием. То есть, смотрите, вот бедствие, вот внезапное возвышение. То есть обычная история колесо фортуны, да, вот средневековые гравюры часто это изображают. Колесо крутится, и человек на вершине, он там император, потом он падает, 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 потом он оказывается там рабом, узником, преступником внизу в самом, а потом его опять колесо возносит. На этих изображениях колесо просто крутится, и все. А здесь колесо крутится. Его нашего героя, это вид, то макают вниз, то возносят наверх, но он не на это смотрит. Да, вот эта картинка с колесом фортуны, она говорит, ну, если у тебя все плохо, подожди, скоро будет хорошо. Если у тебя хорошо, не зазнавайся, скоро будет плохо. А здесь, ну, то хорошо, то плохо, дело не в этом. Дело в том, кто ты перед Богом. И, может быть, вот это уже задает нам какую-то возможность ответить на вопрос, зачем от книг в Библии. Еще раз поговорить о том, что человек стоит перед Богом и несет ответственность за свои выборы, поступки. Ну, сколько уже можно, уже это сказано тысячу раз. Но книга Тавита поворачивается неожиданно новым боком. Смотрите, даже еретик, раскольник, вот тот, кто не принадлежит к иудейскому народу, кто вот отказался от, оказался среди отпавших. Но у него есть личный выбор. Да, то есть нет коллективной ответственности. Нет такого, что все они эти нечестивцы. Да, есть один человек, который может сделать невероятно много, даже если он делает фактически очень мало. Он может оставаться с Богом в этой своей ситуации. А где тогда его поле деятельности? Да, он там хоронит трупы, он там еще как-то старается помочь своим соотечественникам. Но его поле боя, вот его личное стремление исполнить закон, где, в чем это будет выражаться, вот об этом остальная книга. Продолжение следует...